Каждый собственник жилья сам отвечает за свое имущество. Так постановило правительство страны. Хотя и с трудом, но все же пришлось с этим всем согласиться. Теперь за свой счет ремонтируем крыши, подвалы, подъезды. А в скором времени и освещение в дворовых территориях ляжет на плечи горожан. Постановление правительства в 2007 году уже определило, что придомовое освещение должно содержаться, оплачивать именно жильцы сами. Но так как не были проведены межевания у нас, не были еще готовы структуры, поэтому мы не стали народ людей тревожить. В прошлом году межевание земель завершили. И вопрос об оплате электроэнергии за фонари во дворах решен. Нам осталось только научиться экономить. Председатель ТСЖ «Монолит» знает, как это делать. Сейчас при условии постоянно работающего лифта, света в подъездах и подвале, за общедомовые нужды жильцы платят в пределах 200 рублей в месяц. Еще до постановления об энергосбережении мы перешли на люминесцентное освещение в подъездах. Практически лампы 20-ти ваттные стоят полностью. Кроме этого мы поставили двухтарифные счетчики. Вот они за моей спиной стоят. В результате очень большая экономия электроэнергии за счет этих ламп. А за счет двухтарифных счетчиков, что это день-ночь, день руб 76, а ночь 92 копейки. На территории «Монолита» 8 столбов с уличными фонарями. При уже имеющихся лампах свет во дворе будет обходиться жильцам в сумму 1500 рублей в месяц. Однако председатель ТСЖ с этим не согласен. И в очередной раз нашел простой способ экономии. Если еще поставить лампы энергосберегающие, практически в месяц плата будет в два раза ниже. А если поставить лампы светодиодные, которые я и буду ставить, хоть их стоимость в разы в 20 раз выше, она стоит 5519 рублей, зато экономия колоссальная. Здесь стоимость этого освещения в месяц всего 146 рублей. В случаях подсчетов Василий Щелчков придерживается известной пословицы «Скупой платит дважды». К тому же для населения оплата света во дворах будет производиться по другим тарифам. Если городу этот свет обходится больше 4 рублей за киловатт, горожане будут платить по рубль 60. Ольга Моробьева, Александр Анисимов, Теленикс.